Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой, и сегодня у нас будет распаковочка с Алиэкспресс! Только это будет не обычная распаковочка, а распаковочка с подглядкой. Я на самом деле подглянула каждую вот посылочку и примерно так увидела что-то. И первое, с чего я хочу начать, потому что это то, что я так давно ждала, я увидела случайно в Инстаграме. Мы начнем с большой коробки, и я уверена, что вам это тоже очень сильно понравится. Я безумно хочу это скорее достать. Вот такая подглядка у меня была. Вот такая. Ага, оно. Сейчас посмотрим, как запаковали. Та-дам! Кто угадал, что это? Кто видел такую штучку-дрючку? Я, когда увидела, я подумала, вот это да, вот это находка. Я даже не помню, какой цвет я заказала. В общем, это для фруктов и вот всяких конфет для чая. Коробочка немножко разваленная пришла, но в целом целая. А я голубенькую заказала, потому что розовый мне уже изрядно поднадоел. Смотрите. Та-дам! Коробки больше ничего нет. Блин! И что, реально она работает вот так? Ну-ка. Боже мой, мама, посмотри! Ты видишь? Сколько всего я смогу сюда положить? Слушай, а эти достаточно глубокие на самом деле. Вот эти верхние, они чуть-чуть поменьше, а эти чуть-чуть побольше. Реально можно всякие ягоды, фрукты положить. Смотрите, тут что-то кто-то забыл. Какая-то силиконовая штучка вот с такими вещами. Не смотрите на мой палец, он у меня, да, я уже готовлюсь в салон. Что это такое, не пойму. А-а-а! Я знаю, что это. Они на клейкой ленте, и это, наверное, ставится вот сюда, что... Вот, вот сюда, видите, такие пространства, и в них ставятся вот эти кругляшки, чтобы оно не скользило. Слушайте, какой шикардос! В третий раз и завернул. И оно вот так красиво стоит на столе. Пришли гости. Будете конфетки, да фрукты будем. И вы такие, ба-бам! И они такие, ё-моё! На самом деле, правда, мне очень нравится эта вещь. Я её, когда увидела, поняла, что хочу себе такую. Она достаточно большая. Размеры можете посмотреть по ссылке под видео. Я искала, нашла... Как вы знаете, на Алиэкспирс разные цены бывают. Я нашла, действительно, самую бюджетную, самую выгодную покупку. И это вот как раз по ссылке вы сможете также и купить. Потому что они есть и по 3 тысячи вот такие, и по 2 тысячи. А я взяла там, по-моему, тысяча. Тысяча. Окола вот тысяча, да? Долго искала, выбирала. Сделано достаточно хорошо. Плотненько всё. Ну, понятно, что это пластмасса, как бы, да. Это не что-то там супер за тысячу рублей. Что вы думаете? Я довольна. Честно говоря, качеством я довольна. Плотненько. То есть... О, застёгивается. Класс. Есть розовые и голубые. Короче, я счастлива. Мама, сейчас мы её сполоснём с тобой и разложим всякие конфетки, фруктики сюда. И будет оно красиво стоять на столе. Покажу вам потом. Мама вот говорит, а ты уверена, что это для конфеток? Я говорю, ну, вон, посмотри, нарисовано. Она говорит, мне кажется, это может быть для бижутерии, для ещё чего-то. Короче, на самом деле, это универсально. Я тоже думаю, что можно в ней хранить, да. Если вы не едите столько сладкого, в ней можно хранить бижутерию, колечки и так далее. И всё будет по разным полочкам. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять разных отверстий, да. Что-то покрупнее вниз, что-то помельче вверх. То есть, по большому счёту, да. Она реально очень крутая. Мама ещё подсказывает, для рукодельниц, кто там шьёт, бисер, всякая мелочёвка. Всё, приклеила. Они очень хорошо клеятся и прям по центру нормально. Ну что, гости дорогие, чем почивать будете? Ай, не знаем, что есть. А есть у нас, уху! Гляньте, сколько всего. Пожалуйста, угощайтесь, смотрите. Видите, вот у меня здесь грильяш, конфетки. Это не помню, опять как называется, фисташки, опять конфетки. Да, это, по-моему, лукум. Тут орешки, печеньки всякие. Это кокос сушёный. Вот, пожалуйста, вам. Одна даже свободна осталась. Я, блин, всё выгребла, что у меня есть. В общем, вот такая крутая вещица. Наелись гости, дорогие? Можно не до конца, кстати, вытаскивать. А, и ещё момент. Сейчас я пока высыпала фисташки, у меня рассыпался мусор. И прям, знаете, мусор по всем-всем. Я такая думаю, блин, и как же теперь? А я уже полностью всё заполнила. Я думаю, как же теперь вытаскивать всё? Это оказывается, каждый лепесточек достаточно легко отсюда вытаскивается. Я же вам покажу сейчас. Вот так вот. То есть вот он вытаскивается здесь, снизу. И на такой же штучке оно крепится вот здесь. И отдельно чашечку эту вытаскивать, и промыли, и обратно быстро засунули. Очень-очень удобно. Это вообще круто, что можно так делать. Всё. Ужин закончен. И что удобно в закрытом состоянии? Ничего не пылится, ничего не заветривается. Это очень хорошо. И можно вот так переносить. О, за крышечку взял. При том, что она полная вся. Так, красиво. Итак, дальше. Ссылки на все товары я обязательно оставлю под видео. И смотрите следующий товар, подглядка. Это ваза. Ваза, которая клеится, например, на кафель или на стекло. Можно, например, в ванне на стекло большое наклеить, да? Вы как бы клеите. Вот, силикончик такой. А здесь у вас небольшое пространство, куда вы можете налить воды. И вставить какую-то красивую веточку или бутон, может быть, даже букетик маленьких каких-то цветочков. Вот. Я хочу это проверить, насколько силикон будет держаться. Мне эта идея очень понравилась. Очень такая симпатичная. Ну, типа, прям любопытно мне. Тоже искала долго и, наконец-таки, нашла. Сейчас мы с вами пойдем в ванну. У меня есть искусственные цветочки. Как раз-таки букетиком. Хотя, что мне искусственные цветочки? Налью воды. Поставлю искусственный букетик, да? Ну, нет, мы нальем водички обязательно с вами. Поставим искусственный букетик, как бы, да? Но вода будет налита, и мы посмотрим, как долго это все дело будет у нас держаться. Тут прям вот целое, целое все это вот силиконовая клеевая. Я думаю, она... А, она не клеевая, нет. Она просто должна лепиться с водой. Она не клейкая вообще. По идее, с водой должна лепиться просто, да? В общем, проверим. Итак, мы берем эту штуку. Отлепляем. Проверяем, так она лепится. Ой, она... Офигеть, она так лепится. Наливаем воды. Так. Лепим. Держится. Слушай, нормально держится, да? Вообще нормально держится. Теперь берем. Наши цветы. Я думаю, что настоящие, конечно, чуть-чуть потяжелее, но зато мы положим сюда несколько. Смотри, какой букет красивый. Можно вот сюда вверх повесить. И красиво будет. Ну, пусть пока висит, посмотрим, когда она свалится. Или не свалится. Ну, да, пусть пока висит. Вот так вот висит. Красиво наша... Уазочка. Поехали дальше. Так, следующий вариант. У нас... Та-дам! Что это такое? А это у нас... Сейчас. Чистилка для лука. Гляньте, какой у нее классный этот сердечком. Это чехольчик. Для этих. Тысячу игол. Открываешь вот так. Только я не знаю, как это. Какие-то иглы. Здесь просто иглы. Здесь просто ручка. Что-то вот так вот делаешь. Вообще, я видела, это должна быть для лука чистка. То есть, ты вот так вставляешь. И как бы нажимаешь рычагом, что ли, или что. В общем, мы сейчас это тоже с вами пойдем тестить. Все. И я еще посмотрю картинки. Что с этим надо делать. Я помню, что оно было воткнуто в лук. И я думаю, лук все время неудобно чистить. Ну, чтобы лук чистить, нужен хороший острый нож. Не всегда так получается, что нож у вас острый, да. И какое-то приспособление прикольное. И чтобы оно на равные вот так вот долечки все конкретно разрезало. Было бы очень круто. В общем, идемте пока попробуем. Мы берем луковицу. Я уже посмотрела по фото, что делать надо. А то я уже и забыла. Пополам ее режем. Теперь. А как мы режем его? Мы вот так его режем, да? Ну, можно и так, можно и так. Берем нашу штучку. Прокалываем вот так. Та-дам! Прокололи. Стало все четко. И теперь ножом мы делаем красивые ровные дольки. Поняли, да? Для чего это нужно? Чтобы был красивый лучок. Сейчас проверим, насколько он у нас красивый, одинаковый. Слушайте, ну так намного удобнее, я вам скажу. А все время вот эти вот последние, они вылетают. Смотрите. Все, порезала. Вытягиваем. Красота. Только я не так, по-моему, я начала резать. Нужно было по-другому. Ну, по-другому поставить будут полукольца. Ну, суть вы поняли, да? По-моему, очень клевая штука, и я буду ей точно пользоваться. Надо было по-другому поставить, чтобы были кольца. И очень удобно, что есть чехол. И еще с таким милым сердечком. Мощекло. Следующая, следующая и последняя посылочка, которую я хотела показать. Это у нас такие товары для дома получаются. Это тоже какая-то чистка. Чистка для чего? Кто знает, кто угадает? Для яблок, да. То есть, мы вот так вот направляем и вырезаем в сердцевину, да? Это вообще очень клево, потому что, когда я даю малому яблоки, он все время там кусает, 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 да семечек может прогрызть и начинает выплевывать все это. И клево дать ему целое яблоко, но без сердцевины, правда? Да и самой классно вот это вот. Не люблю вырезать ножом, вот бывает, да? А тут раз, вытащил и все. Давайте тоже проверим, как оно в работе. Тут яблочко, которое уже пора скушать. Оно очень вкусное при этом. Тут небольшой косичок, его может тоже можно подвергнуть. Ну, давайте на сердцевине, да, практиковать. Итак. Ух ты, как легко входит. Легче, чем даже в лук входило. Теперь провернуть. А, провернуть надо еще? Ну, наверное. Опа, опа. Опачки, смотрите, идеально сяр-одинка. Так, пальцем надо. Нет? С двух сторон, наверное. Надо делать. Оп, смотри. Раз, два. На, мальчик, яблочко. Давайте еще вот эту вот штуку тоже вырежем. Вот так. Все. На, мальчик, яблочко. Мальчик, на яблочко дырявое. Ой, вкусное. Все, мои хорошие. Сегодня было небольшое количество покупок, но они были реально долгожданные. Причем, я могу сказать, что вот эта вот конфетница, да, как я ее называю, она пришла достаточно быстро. Вот это я заказывала и вот это. Это вот пришло достаточно быстро. Вот это вот и вот это я немножко подольше ждала. Я это заказывала раньше, а пришло оно все примерно одинаково. Вот, поэтому товары, в принципе, все хорошие, все качественные. То есть, это не мягкая тема, она очень хорошо держится, прям, глянь, твердая. Вот здесь иглы тоже, они не мягкие. То есть, все, все классно, все качественно. Я довольна всем этим. И, в принципе, как всегда, все это дело одобрям. Если вам понравилось и это тоже нужно, то все ссылочки на товары я оставлю под видео. Проходите, я уже нашла самые бюджетные, самые лучшие магазины. И в них и заказываю, поэтому можете больше не искать. А смело заказывать по ссылкам под видео. Если вам понравилось мое видео и любите распаковочку Алиэкспресс, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. А я с вами прощаюсь до следующего видео. У меня, кстати, скоро будет еще видео с Алиэкспресс. Там будут уже всякие бьюти-бьюти штучки, такие милые. Еще жду пару посылок и снимаю вам видео. Пока-пока! Продолжение следует...